Совсем недавно на моем канале вышло видео, в котором я рассказала о знаменитостях, которых не стало в 2019 году. К сожалению, в этом году нас покинули многие известные личности, и в видео я смогла рассказать о них очень кратко. По многочисленным просьбам зрителей моего канала, я решила выпустить еще несколько подобных роликов, в которых более подробно буду рассказывать о музыкандах, актерах и других известных людях, которых не стало в 2019 году. Сегодня речь пойдет о музыкандах, ушедших в этом году. Музыкант, композитор и певец Крис Кельми начал свою карьеру в 1972 году, создав рок-группу «Високосное лето» вместе с гитаристом Александром Ситковецким. Крис Кельми написал музыку более чем к 200 песням. Самыми популярными из них являются «Усталое такси», «Ночное рандеву», «Замыкая круг», «Слушай ночь». В 1990 году Крис Кельми начал сольную карьеру и часто выступал как в России, так и за рубежом. За несколько лет до смерти музыкант страдал от алкогольной зависимости. Он приходил на съемки телепередач и выступал на концертах в нетрезвом виде. Впрочем, он этого никогда не скрывал. Зимой 2018 года состояние музыканта резко ухудшилось до такой степени, что он не мог ходить. Вечером 1 января 2019 года сердце Криса Кельми остановилось. Ему было 63 года. Родные певца решили похоронить его без церемонии прощания. Тело музыканта было кремировано и, согласно завещанию, прах должен быть развеян над Атлантикой. Так пожелал сам музыкант. Рэп-исполнитель, композитор, актер и поэт Кирилл Толмацкий широкой аудитории известен под псевдонимом Децл. Он начал свою карьеру в 1999 году. Тогда он появился в качестве актера в клипе рэпера Легалайза на песню «Пачка сигарет». Чуть позже отец сделал подарок Кириллу и снял клип на его песню «Пятница». Этот клип попал на MTV и принес 16-летнему парню неслыханную славу. Наверное, до сих пор самой популярной песней Кирилла Толмацкого остается «Вечеринка», которую узнал буквально каждый подросток. Также музыкант снялся в нескольких фильмах. Так, например, в 2005 году он сыграл внука Степаныча в полнометражном фильме «Продается дача». Сердце Кирилла Толмацкого остановилось 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Музыканту было 35 лет. 6 февраля его похоронили на Пятницком кладбище, которое находится на северо-востоке Москвы. Певица, актриса и телеведущая Юлия Началова начала заниматься вокалом в двухлетнем возрасте под руководством отца. Уже в 5 лет Юлия начала выступать на большой сцене. Первый раз она выступила в Воронежской филармонии с песнями, которые написал ее папа. В 1991 и 1992 году Юлия Началова участвовала в конкурсе «Утренняя звезда», на котором одержала победу. В 1997 году вышла песня «Геройне моего романа», которая до последнего была визитной карточкой Юлии. Последний раз Юлия Началова снялась в телешоу «Ты супер», которое выходило на канале НТВ и в финале шоу «Один в один» на канале «Россия», где Юлия была наставником. 16 марта 2019 года Юлии Началовой не стало. Она скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Певице было 38 лет. 21 марта Юлия Началова была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Музыкант, создатель и лидер группы «Високосный год» Илья Калинников был известен как автор хитов «Метро», лучшая песня о любви «Тихий огонек». Песня «Тихий огонек» стала саундтреком к популярному сериалу «Дальнобойщики». В 2000 году группа «Високосный год» выпустила первый и единственный альбом под названием «Который возвращается». В него вошли наиболее популярные хиты группы. 25 июня 2019 года Илья Калинников скончался от сердечной недостаточности. Музыканту было 46 лет. Родные решили организовать прощание с Ильей Калинниковым в закрытом режиме. И место его захоронения они оставили в тайне. Автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев стал наиболее популярным после выхода второй пластинки под названием «В шумном балагане». С 1974 года Вилли Токарев жил в США и лишь в начале 90-х вернулся в Москву, где открыл свою студию звукозаписи и начал часто давать концерты. Самыми популярными песнями исполнителя считаются «На Дерибасовской», «Небоскребы», «Журавли», «В шумном балагане». 4 августа 2019 года Вилли Токарев скончался. По некоторым данным причиной смерти стало онкологическое заболевание. Вилли Токареву было 84 года. Музыкант был похоронен на Калинниковском кладбище 9 августа. Наталья Пугачева известна как солистка коллектива «Бурановские бабушки». Она выступала в самом первом составе группы, который занял второе место на конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Солистки коллектива «Бурановские бабушки» не стало 26 октября 2019 года. Она не дожила до своего 84-го дня рождения всего два дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова